Всем привет! На моём канале в день примерно доходит до 3 миллионов, иногда больше просмотров. И третья по величине аудитория — это Казахстан. В Казахстане смотрят до 300 тысяч в день. Это большое количество. И я вижу, как нормальные казахи помогают Украине. В Казахстане недавно был собран миллиард тенге, помощь Украине. Продукты, генераторы много чем помогают. Самая главная беда в Казахстане — это российское телевидение. И не главное, что оно врёт, а главное, что оно лишает разума. Но, что произошло с территорией России, население лишилось полностью разума. То же самое происходит в Казахстане. Есть такие люди, которые до сих пор верят в то, что Боинг над Украиной сбили украинцы. Понимаете? Верят. И я это заявляю неголословно. Правда верят. Несмотря на то, что уже прошёл суд, всё доказано. И даже не это самое важное. В моём канале, как на работу ходят путинские тролли-боты. И даже один из ботов написал, да, с Боингом это была ошибка. То есть он признал. Но дальше он ещё написал, что это сбили донецкие сепаратисты. То есть он ещё и признал, что в Донецке нелюди. Сепаратисты. Вот так вот они проговариваются. Ну, вся правда всегда вылазит наружу. Но я сейчас не хочу объяснять одному казаху, казахо-украинцу, потому что у него мама украинка, а папа казах. Не хочу объяснять, потому что он даже не знает, кто такой Гиркин. Гиркин это тот, кто начал войну в Донбассе. По указанию Путина. Полковник ФСБ. Гиркин это тот, который сбил Боинг. Но лишённым разума телевидением российским, это бесполезно доказывать. Бесполезно рассказывать, бесполезно приводить факты какие-то. Это бесполезно, это не работает. Я ещё раз говорю, что российское телевидение лишает разума. Совсем лишает разума. А я хочу тебе сказать, украина-казах. Или казахо-украинец. Ты мне сказал, что защищают русских. Ну, первый вопрос. Как можно защищать русских, убивая при этом русских? На сегодняшний день, даже когда идёт уже целый год война, фашистская захватническая война, все друзья в Киеве со мной разговаривают по-русски. Друзья из Харькова тоже говорят по-русски. И там есть вывески, витрины на русском языке. На языке фашистской территории. Понимаешь? А ты скажи, у тебя на магазине вывеска на каком языке? На казахском? А почему? Так вот, я хочу сказать, что в Казахстане борьбой с фашистским русским языком занялись уже давно. Но ты же молчишь. Вам сказали, что нужно вывески поменять. Вы все поменяли. Вы же не организовали сопротивление. У вас с первого класса запрещено преподавание русского языка. Вы промолчали? Нет? Вы считаете это нормальным? А я считаю, да, нормальным. В государстве, в национальном государстве, все должны знать свой национальный язык. Ты организовал КНР, Кустанайскую Народную Республику? Или кто-то организовал ПНР, Петропавловскую Народную Республику? Нет? Ты нанял работника, который знает делопроизводство на казахском языке, но не взял в руки автомат и не позвал Путина спасать. Я еще немножко про телевидение хочу сказать. Казахи. Российское телевидение такое, как Киосаян, помните, выступал. И не только Киосаян. Многие говорили. Точно так же, как сейчас говорят про Украину. Нет государства Казахстан, его Ленин придумал. И вообще никогда не было государственности. Вы это помните? Поэтому еще раз отключите российское телевидение всеми методами и всеми способами. Оно не должно зомбировать ваших граждан. А теперь продолжаю обращение к казахо-украинцу. Ты уже после 15-го, 14-го года ездил в Украину. С тобой разговаривали на украинском языке или на русском? И кого за это наказали и посадили? Еще раз говорю. Даже сейчас, когда идет война, есть вывески на русском языке. Разговаривают по-русски. Но тебе ведь это бесполезно доказывать. Бесполезно. Ты не будешь искать источники правды. Потому что если тебе показать источник правды, как и где Путин начал фашистский свой поход, то ты скажешь, что это все фейки. Так ведь? Потому что российское телевидение, которое ты смотришь, отключило тебе мозг. Совершенно отключило. Я тебе просто расскажу ситуацию, какая может, ну или пофантазируем, ситуацию. Есть у тебя русские друзья? Колян, Толян. Вовка, Ванька. Вот они соберутся в кучку за бутылкой водки в бане и скажут, давайте создадим КНР. Что было создано в Донецке? ДНР. Там 10-15 человек было, общественная организация ДНР, которая кормилась от Москвы. Вот и вы у себя создаете КНР. В бане дело не закончится, возьмете оружие, а вам его дадут. И захватите Акимат. Ну то есть они захватят Акимат. Что ты скажешь? Я же знаю тебя. Что ты скажешь? Ты скажешь, что они идиоты? Ну ты не так скажешь, ты грубей скажешь. Я знаю, как ты скажешь. Идиоты. Или на их сторону встанешь? Путин, приди. Так ты скажешь? Или как? Вот объясни мне. Давай проигрываем ситуацию дальше. Захватили Ваня, Вова, Италян, Акимат. Путин, приди. Если ты присоединишься, то тебя свои казахи уничтожат. Твои друзья. Так или не так? А если не присоединишься, ну скажешь, что они идиоты. Их все равно уничтожат. Или посадят. Правильно сделают или неправильно? Они идиоты. Или нет? Так почему в Донецке идиоты могут это сделать? А почему в твоем, в Казахстане, такого не должно произойти? С мозгами в порядке все? Как ты думаешь, это нормально? Как ты говоришь, спасая русских, убивать тысячи и тысячи, десятки, сотни тысяч людей, в том числе русских? Это правильно, да? По-твоему? Еще раз хочу сказать, никто никогда в Украине не прищемлял и не ущемлял ни русский язык, ни русских. А я вот помню некоторые моменты. Я помню, как ты менял вывески с русского на казахский в Казахстане значительно раньше, чем 14-й год. «Почему ты не организовал КНР, ПНР?» Нет, ты просто взял и поменял. И посчитал, что это правильно. Я помню, как ты искал сотрудников, которые могут вести делопроизводство на казахском языке. Ты не взял в руки автомат, не призвал Стрелкова, Гиркина? Нет? А почему? В 21-м году на территории так называемой ДНР погибло 8 человек. Там еще нужно разбираться, кто их убил. И убили ли. Потому что вся российская пропаганда построена на вранье и лжи. Но тебе это не докажешь и не расскажешь. Я помню, как я тебе задавал вопрос про Чечню. То есть Чечне от соединиться нельзя, а Донбассу можно? Ты там что-то невнятное сказал. Давай не будем про политику. Сегодня это не политика. Сегодня это фашисты убивают. Целый народ. Украинцев, русских, казахов в том числе. Всех. И если ты будешь вот таким, то завтра придут и к тебе. Даже не сомневайся. Знаешь, твой дед фронтовик, царство ему небесное. Думаю, что был бы очень недоволен ходом твоих мыслей. Я сохраню это видео специально на YouTube. Когда-нибудь, когда пойдет фашистский режим, ты посмотришь и, надеюсь, поймешь, до какой степени ты был идиот. А к вам, казахстанцы, еще раз казахи, обращаюсь. Выключайте российское телевидение всеми способами. КНР создавай. Кустанайскую Народную Республику. Путин, приди. На этой ноте прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok